В Лаганском районе полным ходом готовятся к третьему фестивалю лотосов. В программу вошли спортивные и культурные мероприятия, соревнования Сабсерфинг Лаган Челлендж, выступления артистов, занятия йогой, детская пенная вечеринка, выставки народных умельцев, фотозона с национальными костюмами. Администрация района сообщила, что в этом году впервые будут проводить мастер-классы по калмыцким танцам и играм, а знатоки расскажут о героическом эпосе «Джангар». Еще одна из особенностей этого года – визит победителей викторины, посвященной Калмыкии, которая была организована в рамках форума «Россия» на ВДНХ. В числе наших приглашенных гостей будут две гости, которые в рамках работы выставки на ВДНХ выиграли сертификат, путевку для посещения нашего фестиваля. Они участвовали в викторине на знание нашей республики Калмыкии, на знание нашего Лаганского района. Поэтому мы сейчас ведем с ним переговоры и ожидаем скорую встречу. Думаем, что прибытие на фестиваль заполнится на долгие годы. Местные поведали историю появления лотосов в канале у водоема. Многие годы рыбаки из села Джалыкова пробовали вырастить в речке цветы, но семена никак не приживались. Однако летом 2012 года появились первые лепестки этого чуда природы, а вскоре разрослась и целая плантация. Все это благодаря стараниям местного жителя Валерия Улюмджиева. Теперь же тысячи людей стягиваются сюда, чтобы застать красочное зрелище. Я путешествую по прекрасной, красивой республике Калмыкия, по святым местам. Началось путешествие с горы Бугдо на Бускунчике. Сейчас нахожусь здесь, потом мы поедем в Лагань, потом в Настоянку Одинокий Тополь, потом в Элисту. Чтобы посетить святые места, поклониться реликвиям, святыням, больше узнать культуры, больше узнать традиции и поблагодарить всем сердцем за то, что за красоту и за мир. Продолжение следует...